С большими гастролями по маленьким городам Дон Рейнмара добрался Московский областной театр юного зрителя. В окружной столице артисты показали два спектакля – детскую музыкальную сказку «Улитка Уля» и инсценировку известного советского мультфильма «Каникулы Бонифация». На премьере последнего побывали и наш коллеги. Чтобы пообщаться с московскими артистами, мы уже были в зале за час до премьеры. На сцене как раз шла репетиция. И первое, что нас удивило – визуальную сказку «Каникулы Бонифация» исполняют всего трое. Хотя ролей в спектакле 15. При этом актеры меняют персонажей, не уходя за кулисы. Оказалось, это современный театральный прием, который заставляет ребенка больше фантазировать. Причем наши дети свое воображение включили не сразу. Фраза «Неискушенный зритель» отлично применима к жителям Наринмара. На первом спектакле детки не понимали, как реагировать, потому что как-то так они были сначала напряжены. А потом они в конце начинают, потому что музыка, танцы, легкость, вот это все какая-то. И дети начинают потихоньку понимать, хлопать в это все, вливаться, кричать «Да нет, не там, а туда, нет, не надо». То есть это потрясающе вообще, вот эта взаимосвязь зрителя, актера и зрителя – это самое дорогое вообще, правда. Светлана Богацкая на сцене московского «Тюза» 16 лет. Говорит, для ребенка особенно важен первый поход в театр. Глядя на сценическое искусство вживую, многие дети начинают мыслить совершенно по-другому. Детский театр заставляет задумываться. Ну, я имею в виду, наверное, хороший театр, где к детям относятся с уважением. И ставят перед ними не детские проблемы, поесть шоколадку или не поесть, а проблемы какие-то более глобальные. И детям они, оказывается, очень с их детской открытостью близки, и они совсем по-другому это все интерпретируют, не как мы взрослые. И это очень интересно слушать, как они рассуждают. То, что они видят в спектаклях, то, чего мы туда даже, может быть, иногда и не вкладываем. А они это видят. Ну, а малыши со своими родителями тем временем уже заняли места в зрительном зале. Увидеть живого Бонифация пришли в основном дошколята. И стоило артистам начать, внимание целой сотни непосед было буквально приковано к сцене. Эта визуальная сказка достаточно подвижная. Актеры бегают, скачут, танцуют и даже жонглируют. Но когда взрослые начинают изображать разных животных, тем более обезьян, маленькие зрители аж визжат от восторга. Московскому областному театру юного зрителя уже почти 90 лет. На его сцене поставлены десятки тысяч детских спектаклей, сотни инсценировок и пьес. В 2014-м художественным руководителем столичного ТЮЗа стала заслуженная артистка России Нонна Гришаева. С того же года для театральной группы начались большие гастроли. Тогда Министерство культуры запустило масштабный проект с одноименным названием. Большие гастроли. В планах у нас действительно они большие. Потому что заявок подали почти на всю Россию. И надеемся, что со следующего года будем как-то колесить по нашей необъятной родине. Что касается северных городов, то столичные актеры уже выступили для юного зрителя Салихарда и Нового Уренгоя. На очереди театрального тура южное направление. А именно Тамбов, Краснодар и даже несколько городов Литвы. Надежда Качегова, Сергей Качегов, Телеканал «Север». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!